И с деревьями из бисера. Смотрите, какие у нас красивые выставки получились из бисера. И поэтому у нас так и называется выставка «Радуга, нити и бисера». Сегодня представлены работы в различных техниках. Это шерстяная живопись, алмазная мозаика, вышивка лентами, вышивка бисера, украшения и поделки из бисера. Вышивка крестом по конве – это тот вид рукоделия, которым мы можем бесконечно восхищаться. У нас у сотрудников музея, когда развешивали картины, было такое ощущение, что вот с этих стен льется свет. Это потому, что работы выполнялись с таким удовольствием. В них было вложено столько души и тепла, что теперь эту радостную энергетику можете почувствовать все вы здесь присутствующие. Удивительно, но самые лучшие работы получаются у тех, кого трогательно поддерживает ее семья. Я права? Да. На каждую картину уходит много времени, сил, денег. Ведь так хочется, чтобы твой талант воспринимали и близкие люди. Ведь самые светлые истинные порывы своей души вы несете в первую очередь в свою семью. Вышивка – это вид народного творчества, зародившийся в глубокой-глубокой древности. Нередко об искусстве вышивальщиц говорят, как об изящном, о легком искусстве. Хотя на самом деле, конечно же, все это не так. Изготовление каждой работы – это процесс трудоемкий и длительный. Иногда от момента задумки композиции до ее полного завершения проходит год и более года. Вышивание картин – особый вид искусства, очень близкий к живописице, дружите со мной. Подобно художнику, иллюстратору и живописцу, мастера художественной вышивки дарят нам радость общения с прекрасными, поскольку вышитая картина впечатляет не меньше, чем созданная красками и кистью. Умельцы, вышивающие картины, обладают тонким художественным вкусом, чувством прекрасного, дарованным от Бога. А мастерство приходит с многолетним и многолетним опытом. Сюжеты работы тоже многообразны. Живописные пейзажи, натюрморты, анималистические композиции, красочные букеты, иконы, мечети – это удивительно живые полотна, где посредством иглы и нити искусно переданы полутонам, тонам, переливы красок. В отдельных работах используются до сотни цветовых отзенков нити Муринет. На выставке у нас сегодня представлены 80 картен 33 мастериц, и двое из которых – мужчины. Это Хайрудина Кугумар-Усматовик и Кузьмин Валерий Евгеньевич. Есть и дебютанты, их у нас 17 человек. Давайте их поддержим. И хочется, чтобы их поддержала еще и Попова Райс-Нуриевна. Скажите несколько слов для дебютантов. Два слова буквально. Здоровье, и чтобы приходили больше зрители, и любовали вот этими работами, и начинающие, и тоже действительно показывают мастер-класс. Приходили каждым годом другими работами. Все сложнее, все интереснее, потому что этого требуют уже, ну, как современности, люди. Девочки, это лично вам посвящается. Творят девчата чудеса, никто не заставляет. Им помогают небеса, заряд вдохновляя. Делают ночью, вяжут, чьют, снова порют, вышивают, тихо песенку поют, рукоделья продолжают. А с приходом же весны их мечты осуществлены. Крепко пяльцы прижимают и шедевры воплощают. И как у восьмого марта, ожидая снова старта, они на выставке в музее свои творения лисы злеют. Каждого на усмотрение поражают темпновения. Если подальше отойдешь, их обязательно найдешь. Удивляешься терпенью, сколько вложено труда. Сказочному озарению всегда сопутствует весна. Девчоночки, мама, у меня просто не хватает слов для того, чтобы сказать вам благодарю вас, спасибо вам большое, то, что я имела возможность и другие люди имели возможность показать свою работу, что они не находятся дома, просто не пылятся и так далее. А люди тоже могут увидеть это, может быть, кто-то захочет тоже заниматься этим искусством. Спасибо большое. И занимайтесь творчеством. Творчество, оно вдохновляет и развивает. Мы все растем, развиваемся и становимся лучше. Занимаясь творчеством и глядя на эту красоту. Спасибо большое. Вот эти люди были самые первые, кто начинал участвовать в наших выставках. И, конечно, сегодня вот у нас впервые украшение из бисера. Хочется еще раз посмотреть и прочитать вам вот это стихотворение. Умелец может сделать из железки, из камня, дерева, шедевры красоты, из разноцветия бисера и лески, как в сказке чудеса творишь и ты. Я прикасаюсь к броши осторожно, она чарует и раскает взор. Представить трудно, как это возможно создать невиданный красный узор, как результат терпения и умения, изящества и цвета красоты, и совершенства формы. Нет сомнения, наш мир спасут талант и красота. Это... И, пользуясь случаем, мне бы хотелось от всех мужчин, присутствующих здесь, наших коллег, во-первых, поздравить всех наших дам, всех наших мам, всех наших девочек, бабушек с наступающим праздником 8 марта. И, наверное, вот эта выставка в канун 8 марта показывает еще раз, что такие произведения могут выполнять только женские люди. И только по-моему. я пока еще как-то мужчин здесь не вижу, и выставку я не обошел, но если даже делают мужчины, это, наверное, должны быть люди такой, утонченной души и утонченной руки и утонченных пальцев, чтобы такое вот, ну, сказать, вытворять, наверное, будет правильно. Потому что это такое творчество. я вот был еще только в том хвосте в нашей галерее, сюда еще не подходил, но были поражены. Вот пока смотрели, пока выставка не началась, какие украшения, какие картины. Да просто фотографии даже люди делают, не нужно никакого принтера. Единственное, просто долго печатать, наверное, да? Долго делать, но зато века. Я вообще на выставке, на такой выставке я впервые. И, наверное, есть люди, которые здесь тоже в первый раз приходят на такую выставку. Я просто в шоке. Очень здоровье, и чтобы приходили больше зрителей любовались вот этими работами, и начинающие, и кто уже действительно показывает мастер-класс, приходили каждым годом другими работами все сложнее, все интереснее, потому что этого требует уже, ну, как современность, люди, занимаются. Здесь, чтобы опять ограничить, тут, где-то, ты вот здесь,